Продолжение следует... Это будет сложная задача для нас. Мы будем у них спрашивать разрешение, можно ли нам воспользоваться ускорителем, а можно ли нам запустить реактор и так далее. Есть некий крен у правительства страны, ну и Ливанов яркий выразитель, может быть, это идея. Крен в такой эффективный менеджмент. Сейчас очень модно. Мы эффективные менеджеры, мы молодые ребята, мы получили степень PHD в какой-нибудь университете, я не знаю, Иллинойса, мы теперь знаем все. То есть у этих эффективных менеджеров, у них есть некая эйфория о том, что начитавшись, значит, книжек, кстати, там по менеджменту, там по маркетингу, логистике и так далее, они знают все и вся. Конечно, это не так. Вот. И, значит, вот я лично вижу трагедию в этом, что есть некая мода на эффективный менеджмент, она еще не пропала, к сожалению, так. И есть некое представление о том, что можно заходить в любую сферу и пытаться применять эти приемы. Но видно все-таки есть некий зуд, так сказать, некий зуд вот у чиновников Миноборнауки, значит, им, может быть, у них есть команда показывать результаты, значит, вот. Ну вот, почему бы один результат не показать, давайте реформируем здесь. Вот я объясняю этим. Вот зудом на такой эффективный менеджмент, который произошел везде и вся, но при этом не во все сферы можно влезать. Ну, яркий пример, который просто на слуху, тоже оборонсервис в Минобороне, значит, в Минобороне тоже несколько лет назад посчитали, а давайте мы эффективных менеджеров Сердюкова с командой привлечем, которые совершенно не знают, как портянки заматывать, которые не знают, как стрелять из пушки, но что они знают законы менеджмента. Вот, хорошо они пришли, и в результате мы видите с вами коррупционные схемы с оборонсервисом. Вот сейчас в Академии наук, почему мы выступаем против, нам предлагают ту же схему, давайте сделаем право хоуссорсинга, какое-то агентство, которое будет управлять ваше имущество, будем вами командовать, ну что это такое, значит, так. Но получим то же самое, те же коррупционные схемы. Новый проект федерального закона, он, так сказать, который внесен во втором чтении, и здесь говорится о том, что отделения останутся, но отделения теряют статус юридического лица. Вот до сегодняшнего момента была какая ситуация? Была центральная часть российской администрации, было три региональных отделения, Уральское, Сибирское, Дальневосточное. И мы получали отдельное финансирование, мы до сих пор являемся главным распределением бюджетных средств. То есть мы наравне, скажем, с министерством образования, с министерством обороны, например. Значит, к нам поступают деньги, определенная строка бюджета, она заложена в бюджет Российской Федерации. И это позволяет решать многие проблемы, ну, как раз проблемы региона. Мы имеем возможность деньги перераспределять и, так сказать, направлять на исследования. Если они все будут сконцентрированы в Москве, а сейчас к этому приводят, то есть фактически от оригинальных отделений лишают статуса юридического лица, то, конечно же, в любом случае, будь то московские чиновники от Академии науки, или будь то московские чиновники просто от Миноборнауки, всегда есть тяга финансы к детству сконцентрироваться, внутри Садового кольца. Конечно, для правительства это удобно, да, возникает, условно говоря, один распорядитель, с которым можно вроде разговаривать. Но с точки зрения вот науки там на Дальнем Востоке, например, с точки зрения Сибири, это, конечно, не самый лучший шаг. Проблемы в Академии существуют, это совершенно известный факт. Это и проблемы, может быть, некой ротации кадров, так, необходимости некого омоложения директорского корпуса, так, вот, проблема, может быть, более такого жесткого госзаказа. У нас существует сейчас госзаказ уже два года, и мы работаем в этом режиме, но можно его поставить более, это, собственно, государственно-ориентированное, значит, какое-то направление, вот. Но эти проблемы все решаемы, не надо ли это принимать, верный закон. Поэтому мы будем участвовать в таких обсуждениях, будем их готовить, вот, я думаю, что как раз, вот, где-нибудь к концу августа мы эту ситуацию хорошенько сформируем, и, так сказать, попытаемся ее как-то развивать. Продолжение следует...